итак мы прекрасно я вас приветствую приветствую вас шкатулки меня зовут юлия и мы сегодня с вами кратенько посмотрим июнь попросили кратенько чтобы не программировать пространство сейчас очень большая у нас многовариативность и действительно сейчас перед человеком открываются пути дороги относительно как поступить и что выбрать а нет чего-то кардинального из серии только так и никак иначе мы просматриваем определенную ветку из устаканившейся психики да и смотрим что сейчас собственно говоря наша голова нам может предложить она же наше сознание да а уж из того что может мы ищем определенные ходы выходы поэтому аккуратненько посмотрим июнь там нам что-то еще астрологи наобещали да слышали там что-то с 3 по 6 июня там что-то очень такое все мощное сильное уж не знаю я если кому-то это надо какие-то определенные сильные энергетические дни то вполне да а почему нет но на что я обратила внимание на самом деле когда ты находишься в таком крутом заряженном состоянии ты вообще не обращаешь внимание на вот эти вот все астрологические моменты потому что ты начинаешь понимать что в большей степени ты сам решаешь когда что тебе начать ты можешь приблизительно для себя там подстроить какие-то определенные циклы или дни но не всегда оно зависит именно от астрологических моментов вот это вот тоже обращаю на это часто внимание потому что вот у меня были случаи когда мне было интересно создать какую-то прогностику посмотреть не создать а посмотреть прогностику через астрологию я обращалась мне смотрели в конечном итоге я смотрела на события у меня вообще вот это вот знаете она к носу никуда не подводилась ни с какой стороны я думаю блин ну все таки же вроде как по моим личным данным да вроде же как должно все быть так как сказали ну в смысле именно по астрологическим аспектам а оно вообще не так а оно вообще не так и все больше и больше я стала понимать что на самом-то деле на своим-то пространством я уже давненько управляю самостоятельно да без вот этих вот всяких астровключений и сама решаю что я выбираю какую эмоцию какое действие и вот это вот очень сильно то на самом деле дает тебе опору когда ты понимаешь что даже астрология бессильно когда-то этим всем делом управляешь ну реально таки есть вот поэтому когда я задаюсь задавала как-то своему учителю вопрос относительно астрологии он на меня так посмотрел из серии ну как бы закатил глаза до него долго не выкатывались обратно и он такой говорит слушай ну как бы мы же тут про высшую магию чтобы правильно какая там плохим словом астрология вообще потому что как бы ну да астрология дает определенная там наука она что-то там дает но на самом деле когда ты начинаешь понимать как это на самом деле все работает ты начинаешь этим управлять не астрологии боже мой сеть нет конечно а своим пространством и уже вот эти вот все энергия они из тебя и ты учишься простраивать их так к тебе необходимо через те инструменты которые ты считаешь нужным или у тебя их нет это уже просто все из себя выдаешь уже тебе не нужны не уже не не нужен никакой инструментарий и это становится настолько увлекательным что ты действительно смотря на какие-то астрологические аспекты понимая что у тебя они проигрываться не будут ну потому что оно тебе не надо понимаете это так вот на самом деле все очень очень интересно чем больше ты в этом погружаешься тем глубже ты это все начинаешь увидеть изнутри именно как оно работает и это на самом деле мега интересно то есть ты начинаешь познавать все свои внутренние грани а а что я еще могу на самом деле да как я могу еще круче например да что-то поменять в своей жизни крутануть что-то так что оно действительно работает ты видишь как это работает прикольно саморазвитие это круто из позиции управления своим пространством изнутри не касаясь никаких вообще абсолютно людей безусловно только и своим пространством изнутри и для этого собственно у нас все и открывается для нас не для того чтобы мы то с этим добром бежали кому-то нет сначала мы всегда помогаем себе и себя всегда изначально изучаем понимаем о чем мы про что мы какие наши таланты способности и убираем свои самые основные жирные минуса которые нам который тянут большое количество на себя энергии и создают большое количество проекций и уже потом более или менее в спокойном гармоничном состоянии мы уже можем делать какой-то выбор относительно того что мы хотим это передать да мы хотим поделиться этим опытом вот как бы я стараюсь идти из этой позиции что сначала я проживаю самостоятельно потом я иду и делюсь этим из личного прожитого опыта если это мне хочется интересно ну и так далее тому подобное вот поэтому если вы об этом же то значит мы с вами одинаково думаем ну или похоже итак мы с вами сегодня с круглыми вот такими вот минеральчиками вот это флюорит точно знаю вот это бирюза вот это кварц по моему да по моему это кварц я постоянно хочу его назвать розовый но он а какой-то персиково терракотовый что-то типа такого этот тоже на самом деле очень прикольный но бирюза бирюза цвет тиффани тоже очень красивый и так готовы мы немножечко посмотрим на абсолютно шуточный колодек которая шуточная только на первый взгляд которая на самом деле вообще ни разу не шуточная очень хорошо она нам даст энергии в новое сейчас подсветит ну и собственно говоря прекрасно давайте будем начинать поболтала поболтала немножко задела астрологию не хотела ее обидеть хорошая наука но мы знаете как мы из всего можем вырастать мы правда вырастаем но бывает иногда штанишки уже коротенькие ну все и ты в них просто вот стоишь и понимаешь что смотришься нелепо потому что по-другому у тебя уже все в голове и ты уже видишь что она совсем немножечко не так работает ни в коем случае не астрология нелепо а ты уже в этом инструменте видишь себя как будто бы не в своей тарелке понимаешь что блин это чего она я кстати не никогда я не смотрела в сторону строги почему-то никогда она мне была не интересна потому что у меня вообще ничего из того что мне не сходится сугубо у меня конечно же ни в коем случае не навешиваю не говорю что они сходятся у вас сходится возможно но вы можете также развиваясь понимать что не астрология вами управляет а вы этим всем управлять на сути можете этим всем управлять вот это вот очень интересно вот я больше как бы этому этому соотношусь так ну что ну что ну что ну давайте давайте будем кратенько смотреть июль что там у вас сейчас давайте мы давно не смотрели да мне сейчас расклад выходит пореже немножко а потом посмотрим что июль вам принесет да что у вас там сейчас ой мы тут очень сильно настроены или мы или кто-то в нашем окружении появился кто прям собственно говоря выдернет нас во что-то абсолютно новенькое даст какой-то новенький взгляд что-то интересненько это кто-то в себя поверил наконец-то по императору кто-то в себя поверил и сказал все вселенная я не упущу больше ни одного шанса я теперь буду просто такое ощущение смотри что вам прям конкретно кто-то подсветил дорогу путь кто-то вам что-то предложил может быть какое-то предложение классное сейчас поступило да посмотрите как у нас все направлено сейчас вовне я не вижу сейчас у вас каких-то глобальных внутренних процессов они могут быть безусловно но вы сейчас все-таки больше про действия на материи или прокра по крайней мере про простраивание действий на материи то есть есть какой-то шанс возможность появилась предложение возможно вам или было или вот-вот сейчас прям будет на которое вы стали возможно смотреть или сейчас смотрите на все предлагаемая предлагать что-то я заговариваюсь предлагаемое вам абсолютно не так как раньше если мы раньше на все смотрели с позиции ой страшно не могу не знаю как не знаю о чем то сейчас по всей вероятности вы на это все дело будете смотреть из позиции о круто надо срочно брать вдруг потом предлагать не буду что-то здесь вот больше из этой серии или же вы приняли решение что все вы теперь будете конкретно двигаться такое тоже здесь может быть в этой роли императора на или же вам кто-то что-то решил предложить будете вы принимать предложение или нет не скажу не знаю больше на ваше усмотрение о чем у вас там предложение на то что вы сейчас конкретно будете видеть шансы возможности или как действительно о работе но это предложение которое реальное где вы конкретно можете что-то проявить, где вы конкретно можете или себя показать, или это какое-то денежное, финансовое, да, или разговоры здесь какие-то о финансах будут идти. Ну, вообще, на самом деле, сейчас такой достаточно крутой период для всевозможных построения планов и их достижения. Ну, давайте так, сейчас у вас очень крутой момент для того, чтобы себя показывать, я не знаю, рекламировать, создавать свой личный бренд, создавать свой стиль, то есть вот сейчас у вас прям вот вообще все про деньги. И если мы будем говорить про июнь, а мы уже с вами в июнь-то вступили, то у вас июнь, он сильно про финансовые возможности, он очень сильно про финансовые перемены, он про то, что вы можете действительно в июне заложить очень крутой финансовый фундамент, вы можете что-то начать открывать, создавать, строить. Да, вы начнете с туза, это самое зернышко, которое вы посеете там в добрую почву. Вот июнь, это для вас месяц доброй почвы, сдобренной такой, где при ваших прямых действиях это все дело вырастет до короля Пентакли, то есть это все дело вырастет в очень какой-то крутой бизнес-проект. Поэтому июнь, пожалуйста, кто планировал какие-то всевозможные, может быть, повышения, может быть, вы хотели работу сменить, да, также смотрите, что еще интересно по июню. Возможно, вы изначально на какое-то предложение, которое вам поступит, или которое вы сами найдете, бывает так иногда, мы прям конкретно что-то для себя ищем, там резюме отправляем, оно может быть как оно может быть знаете как это предложение, оно может быть казаться вам так, а что-то меня так выбило прям резко. Интересно, почему выбило? А кого бесит то, что я говорю? Ну ладно, кого бесит, тот выключит. Вот это вот предложение, оно может вам изначально показаться не совсем респектабельным, не совсем продуктивным для вас, но на самом деле это предложение будет раскрывать проект может быть творчество ваш потенциал будет очень мощно раскрывать ваш потенциал. Не могу я сказать, что не будет путь тернист, так не бывает на самом деле. Ну, мы все равно сталкиваемся, если не с внешними, то обязательно с какими-то внутренними моментами, которые нам необходимо внутри себя решить. Это и различные финансовые расширяющие моменты, то есть мы доходим до определенного периода, а дальше этого пресловутого финансового потолка, а дальше нам нужно еще расширяться, а чтобы расширяться нужно растягивать условно свою внутреннюю емкость, ставить более высокие цели. Ну, в общем, и вот эта вот работа внутренняя, она у вас будет идти, но июнь у вас прям про деньги, про закладывание фундамента. Если хотели, если планировали, вот у вас все об этом. Также, что здесь еще может быть? Для кого-то здесь действительно может быть какое-то очень крутое партнерство. очень крутое может быть повышение должности, если вы не планируете уходить, например, со своей работой, но вам могут предложить или дополнительную работу, в которой вы вдруг раскроетесь с неожиданной для себя стороны, или же попросят временно, например, занять чье-то место, условно поработать, а вы поймете, что вы себя чувствуете на этом месте просто словно как рыба в воде. И это тоже об этом. Хотя изначально предложение можете встретить, знаете, немножечко в штыки. Не спешите принимать решение там туз мечей на дне, не спешите резко рубить с плеча, не спешите закрываться от этого предложения, потому что семерка пентаклей, да, вы можете подумать из серии, что ой, да это вот опять все сначала там начинать, или опять что-то нужно делать. Нет, не спешите, потому что это действительно в потенциале может вас очень круто раскрыть, довести вас до уровня профессионала. Поэтому здесь июнь, еще раз повторяюсь уже на 100 рядов про деньги, про новые абсолютно возможности, про какие-то реальные достижения, про ваш личный, еще раз говорю, бренд, про создание себя, про становление себя как профессионала. Хорошие карты маг и король пентаклей, прекрасные, да, но это говорит о том, что все-таки помогу себя нужно демонстрировать, помогу себя нужно взращивать. Поэтому не бойтесь, если будут предлагать то, что кажется вы еще в чем-то некомпетентным. Обязательно станете, потому что маг, он еще и про впитывание различных знаний, он еще и про впитывание, про изучение, про перенятие опыта, который можно внедрить в свою жизнь и, собственно говоря, подстроить, мимикрировать его под себя. Так многие делают, мы ведь тоже, когда приходим в университет, да, или когда мы приходим куда-то кому-то обучаться, мы временно перенимаем чужой опыт для того, чтобы создать себе опору в нашем пути. Потом этот опыт абсолютно и полностью трансформируется под нас. И мы уже понимаем, этот опыт, он уже начинает жить в нас своей жизнью, чужой, да, чужие знания являются тоже опытом, чьим-то опытом. И это тоже нам очень сильно помогает. Поэтому июнь продуктивный, если мы не будем мыслить шаблонно, если мы не будем замыкаться от возможных шансов предложений, если мы сами будем активно действовать, не для просиживания у вас июнь по первому варианту, а именно как раз-таки для понимания, что все в ваших руках. Как еще справедливость не вытащила, не знаю, все в ваших руках, у вас очень активный июнь. И чем больше вы будете наводить суету, скажем так, такую продуктивную, тем больше по тузу жезлов вы будете чувствовать вдохновение вот это внутреннее относительно того, что, блин, да я на самом деле-то могу, а почему нет? Поэтому работаем в июне, я не знаю, что там, работаем, развиваемся, активничаем, учимся, вкладываем, двигаемся, вот это вот все про первый вариант. Вот это вот все про первый вариант. Попросили кратко, буду делать кратко. Так, второй. Так, так. Ну что? Что там у вас? Про что ваш июнь? Кратенько о чем вы? Буквально пара слов, что у вас там сейчас и дальше из того, что увижу. Восьмерка жезлов, да, у нас на дне. Активная карта. Карта активных коммуникаций, построения плана, всего активного. О чем вы? Про что вы? Вы прям, смотрите, врываетесь в это пространство. Все сейчас я вам всем покажу. Рыцарь мечей. Все карты достаточно крутые у вас. Все карты про что-то новое, про что-то интересное. Но смотрите, как интересно. Много слов интересно. У вас здесь больше про чувства, эмоции, ощущения. Если раньше мы больше двигались на ментале, на каких-то своих конструкциях мыслительных, больше логики, больше ума, сейчас я тут вам все просчитаю, то сейчас мы стали понимать о том, что хочется-то больше все-таки чувства эмоций. Хочется больше ощущений. Хочется больше, возможно, для кого-то любви пресловутой. А почему у меня на вас сел голос просто в один момент? Хочется общения. Хочется, может быть, для кого-то прям какой-то дружбы, коммуникации. Я не вижу вас сейчас ни в какой позиции, ни в одной из этих трех карт закрытыми. Закрытыми, какими-то внутри подавленными. Нет. Вы, наоборот, готовы. Вас, наоборот, очень сильно сейчас могут переполнять какие-то эмоции. Давайте посмотрим. Туз кубков у нас про что? Это про внутреннее классное состояние. Вас что-то очень сильно вдохновляет. Что-то очень сильно вам сейчас нравится. Что-то вас заставляет двигаться вперед. О чем? О чем эти карты? Еще и кубковая королева. Как здорово. Смотрите, ваш двигатель, чтобы вы понимали, на июнь месяц, ваш двигатель – это эмоции, это достижение, получение всевозможных эмоций. Все, что вы будете делать, вы будете делать ради своего личного удовольствия. В июне месяце направляйте внимание на свою эмоционально, тактильно-вкусовую, я не знаю, любую часть жизни. То есть движок ваш – это будет какой-нибудь гедонизм. Условно, вы вряд ли двинетесь во что-то новое, если вас это не будет привлекать. То есть из позиции «надо», «должна», «должен», там еще что-то, лучше в июнь не входить. В июне лучше найти себе мотивацию именно из позиции, что «а мне это нравится», «а я хочу», «а это вкусно», «а это круто», «а это приносит мне максимальное удовольствие», потому что у нас кубковая королева, она про удовольствие, она про любовь. Она, во-первых, про любовь к чему-то или кому-то, то есть она про влюбленность еще в том числе. Это и поток, и интуиция сюда можно, это и большое количество творчества. Но это именно то пространство, которому вы даете… Не пространство, это то ощущение в вашем пространстве, которому вы даете право на жизнь. Именно это будет ваш июнь. То есть вы выйдете в абсолютно что-то для себя новое, новое, да, если вы позволите себе разрешить получать удовольствие, чувствовать и идти только за тем, что вам нравится. То есть условно на ваши ощущения. Мне показывают, что вы были таким человеком, но потом как будто бы кто-то у вас это отобрал или что-то вам такое сказал, во что вы поверили. И захлопнулись относительно ощущений. Но здесь как раз-таки в июне, да, у вас пошел катарсис по башне, у вас пошло очень мощное очищение. Вот этого вот все стало слетать, при том достаточно быстро слетать в плане того, что вы… Ну, больше так невозможно было уже двигаться, как вы двигались, да, то есть на заблокированных чувствах вы далеко не уедете. И можно ехать, но это ужасно отвратительно. Плохо для вас по второму варианту. И вы стали понимать, что на самом деле вы внутри совершенно другой человек. Вы очень долго, мне говорят, шли в какой-то маске, в какой-то маске, которая была не у вас, а маска, которую вы носили, как защита, которая вас спрятала. И вот в июне вы будете очень активно и в большей степени проявляться из себя настоящих. Мне здесь идет какая-то очень большая красота, какое-то очень сильное творчество. Оно может выражаться абсолютно элементарно в каких-то ваших повседневных проявлениях. Вот в июне вы будете максимально, я не знаю, как цветущий цветок, мне хочется сказать, мужчины. Вы будете максимально внутри относиться бережно к себе и бережно к окружающим. А особенно это будет касаться женщин. То есть мужчины здесь абсолютно по-новому посмотрят на женщин. Слетят какие-то, какие-то установки слетят очень сильно. И вот в июне у меня прям до мурашек. Здесь произойдет что-то очень сильно красивое. Можно же еще как бы даже, знаете, как пробуждение, понимание, чего хочет ваша душа. Как вы себя на самом-то деле видите. Здесь какое-то вот такое возвращение к себе красивое у меня читается, если честно. И вы и вас как же мыханет в хорошем смысле, потому что все-таки это как бы возвращение к себе. Так вот возвращение к себе, к своему творчеству, к своей красоте, которую вы можете изнутри проявлять на внешку, а это будет ваша движущая сила. Я очень сильно и ярко здесь чувствую проявление какой-то внутренней ведущей богини. Очень. Я сейчас с ними как бы работаю, активно изучаю. Моя психоаналитик меня в это вывела и сказала, изучай, тебе прям это надо. Тебе нужно изучить женские архетипы через богини. Вот ну пошла я, короче. И вот я прям так очень сильно здесь это проявление чувствую. И мне бы вот посмотреть, какая здесь она ведущая у вас будет. Но это что-то по типу богини какой-нибудь красоты. Сейчас одним глазком мы с вами. Вот про это будет ваш июнь. Про красоту, про эстетику, про что-то нежное, красивое, плавное, бережное, но абсолютно для вас, как новый этап ощущения себя, возможно, жизни. Может быть, вы очень боялись к себе настоящим. Может быть, вы принимали свою внутреннюю структуру как слабость. Так это вообще ни разу не об этом. Это ваша движущая сила. Это ваша движущая сила. Тут еще у нас и десятка кубков, если мы берем по богиням. Еще раз королева кубков. Ну, абсолютно точно. Справедливость пошла. Вообще все карты просто продублировались. Просто все, что вам показывало, все карты продублировались. Все, о чем вам говорила. Тут вообще на самом деле ни одна ведущая богиня. Здесь их у вас несколько. Они переключаются в зависимости от тех энергий, которые... Мы же понимаем, да, что богини в нас внутри. Они не где-то там, да, они внутри. Все энергии внутри вас. Просто через эти архетипы себя легче понять. Давай мне ведущую покажи одну. Ну, я так-то слышу, конечно, ведущую. Но, блин, ее почему-то именно в этой колоде-то и нет. Почему? Мне не показывают ее. Ладно, есть там, короче, что-то по типу Афродита, но может быть еще другая здесь ведущая. Это красота, это эстетика, это любовь. Но любовь не обязательно как взаимоотношение именно МЖ. Хотя для кого-то это тоже будет в июне актуально. А это больше именно про взаимодействие с пространством. Как я себя позиционирую в этом пространстве. Что я в это пространство несу. Это глубина из вас идет. И вам уже, давайте, давно пора выходить из вот этого вот самокопания, самоотшельничество, когда вы прятались. Я не знаю, что там носили, холщовый мешок, да. Вообще было неважно, как я выгляжу, что происходит. У вас весь июнь про красоту. И про красоту внешнюю в том числе. Потому что это на самом деле дает вам достаточно большой приток энергии. Это еще раз повторяюсь, ваша движущая сила, которую в какой-то момент вы очень долго прятали, потому что где-то поверили. Это ваша движущая сила по колесу фортуны. Потому что поверили, что это не у вас, а это сильно у вас. Вот это ваш июнь. Ваш июнь – красота, эстетика, возвращение к себе, возрождение всех своих давно забытых эмоций, проявление себя в пространстве. Опять же таки, через что-то красивое, через что-то, то, что вы давным-давно держите за забором внутри себя. Вот такой интересный июнь у второго варианта. Спасибо. Ну что? Давайте смотреть, о чем вы и ваш июнь. Что у вас сейчас? И он как бы плавно перетекает, потому что мы уже живем в июне. И будем смотреть, во что у нас там перетекает ваш июнь. Ой, мы тут то ли достигли какой-то цели и очень-очень сильно довольны, то ли мы идем к какой-то цели и очень-очень сильно довольны. Вы действительно здесь как будто бы подтвердили или подтверждаете, или подтверждается какой-то ваш авторитет. Карта солнца, она же карта может быть про определенную популярность, про какие-то мечты, цели, но смотрите, популярность, это не говорит о том, что вы работаете на миллионную аудиторию. Что такое популярность? Мы очень часто ее воспринимаем только в каком-то одном определенном ключе. Но это слово, определение которого также многогранно, как и вообще в целом пространство. Так вот, в данном случае популярность это определение в данном контексте, что вы популярны в том, что вы делаете. То есть, например, если вы специалист, то лучший из всех возможных специалистов в вашей области, если вы что-то где-то делаете, то вы выделяетесь из всех людей именно тем подходом, как вы это делаете, именно той энергетической составляющей, как вы это делаете. То есть, в своей области вы являетесь каким-то крутым специалистом, который дает вам определенную популярность среди, возможно, коллег. Да, и вы действительно, смотрите, здесь все очень-очень такие король кубков. Это хорошее внутреннее эмоциональное состояние, которое, смотрите, ровно, штиль. То есть, вы сейчас идете очень плавно, круто, у вас нет каких-то внешних факторов. Если у вас действительно что-то сейчас очень мощное триггерит, наверное, позиция все-таки не ваша, потому что такого нет. Здесь действительно есть ощущение внутреннего удовольствия, комфорта. То есть, вы довольны, и чаша-то у вас полна, и в своей вы лодке. И в этой лодке еще наиудобнейшее кресло. И вообще, кубковый король это достаточно такое в положительном ключе. Да, это хорошая карта, которая говорит о том, что я и творчески себя проявляю, я и к целям своим иду, я и в профессиональной среде достаточно круто, целостно себя по девятке пентаклей чувствую. Видите, тут у нас какой-то Ливуд, который типа Голливуд, но здесь у нас Ливуд. Говорит о том, что мы достигли уже какого-то, мы эмоционально удовлетворены. То есть, мы действительно можем себе, благодаря своим достижениям, много чего позволить, исполнить свои мечты. То есть, мы тут исполняем свои мечты. И июнь у вас как раз-таки про исполнение какой-то вашей возможной мечты. или же вы получите внешнее подтверждение своей популярности среди кого-то, в чем-то. То есть, и вас это будет очень сильно эмоционально радовать. Вы будете довольны, вам это будет льстить, безусловно, вам это будет мстить. То есть, вы поймите, мстить, млистить. Что-то у меня со словарным запасом случилось. Не со словарным запасом, а со словарным дикцией. Так вот, у вас очень круто в июне вы будете прям вот эмоционально наполнены, будет круто. По ощущениям, что-то еще какую-то информацию слушаю, о чем здесь. У вас, слушайте, есть или появятся какие-то единомышленники, которые будут помогать вам осуществлять ваши цели. То есть, у вас есть какие-то или будут какие-то единомышленники в июне, которые будут вас поддерживать в ваших целях, в ваших мечтах, в ваших идеях, и которые будут помогать вам достигать. Тройка Пентакли, да, которые будут помогать вам достигать кто-то будет думать о расширении кстати о расширении финансовой сферы еще у вас тут слушайте как у вас интересно за ты который я у вас вижу в июне один единственный из всех вам будет очень тяжело проявляться эмоционально вас будут переполнять эмоции правда вас будут переполнять эмоции вы будете чувствовать очень хорошо в июне вы возможно с кем-то увидите здесь может быть кстати еще какая-то встреча которая вас реально будет очень радовать будет вас наполнять вы будете чувствовать себя очень круто будете чувствовать себя внутри наполнено но почему-то у вас идет такой вот коллапс да на проявление то есть вы как будто бы не даете проявляться этим эмоциям то ли вы боитесь чего-то то ли вам страшно именно в эмоциональном плане как-то себя показывать демонстрировать то ли вы не привыкли вы привыкли все держать внутри вот тут вот по королю кубков можно сказать о том что вы очень сильно и много держите эмоции внутри и забыли наверное уже как это радоваться как ребенок да когда прям там скачете отчасти возможно вы никогда себе такого и не позволяли вот в чем все дело все привыкли держать внутри себя так вот июнь у вас на самом деле неплохой вот так бы по всем аспектам и мечты ваши какие-то здесь исполнится ой смотрите еще колесница выпала какая-то может быть веселая классная поездка может быть какое-то хорошее времяпрепровождение в кругу близких друзей в кругу людей с которыми вы себя будете чувствовать хорошо это может быть нахождение в реально прикольном коллективе или подбор прикольного какого-то для вас классного коллектива и вы действительно по королеве кубков то внутренние да еще и кубковый король будете чувствовать себя хорошо но у вас почему-то ложится о том что я это проявить то по-человечески не могу почему у вас так почему не можете а ну привыкли себя немножечко по-другому до позиционировать в социуме да по типу что короче вы мы по мечам привыкли ходить вот это вот такая ну вот строга ой я вижу такой интересный образ сейчас я вам расскажу как это выглядит это когда вы всегда носите такую маску строгости это а есть такой прям тип людей когда мы такие строгие строгие но происходят какие-то события мы как бы знаете так улыбаемся но на самом деле делаем вид что мы строгие да это когда там к нам например наши близкие родные как-то проявляются какое-то веселье и вы вроде как тоже это чувствуете и вы тоже это как бы проявлять но держите вот эту вот марку что давайте мне тут не расхолаживайтесь но это как бы и немного шуточная форма и в то же время это немного такая знаете вот держу вот этот вот личный личное лицо что даже при таких хороших обстоятельствах я остаюсь строй ну кто-то же бы должен быть серьезным среди вот этого вот всего вот что то здесь вот картинку эту вижу просто передать ее сложно когда очень строгие люди такие знаете даже даже буки где-то в какой-то степени тает улыбаются но это улыбка она знаете такая немножечко скрытая немного немножечко такая брови хмурые но я улыбаюсь вот что-то такое здесь у вас будет ну а сам июнь то как у вас пройдет да нормально будете очень активный король жезлов что-то будете крутиться делать колесница может быть какая-то постоянные какие-то поездки может командировки может в целом у вас лето будет очень продуктивным эффективным веселым хорошим ну начало лета июнь месяц мы с вами смотрим да в большей степени такой суетной и давайте так по двойке пентакли смотрите вы удерживаете баланс то есть здесь возможно у вас будет насыщенный июнь на события на встречи на движуху на работу вообще на какую-либо все хорошо немножечко есть коллапс по проявлению эмоций ничего страшного я думаю что вы на самом деле как бы в этом плане уж знаете как вам себя проявлять уж справитесь с этим да просто вам сказал что есть у вас небольшой вот этот вот затык имейте ввиду просто но в теле это все потом сидит и выстреливает непонятно чем поэтому иногда можно от души и похохотать почему нет собственно говоря никто вас за это не заругает лицо вы свое точно не потеряете но вы будете все успевать вы будете все успевать вам будет хватать энергии на все поэтому июнь активные не тормозите себя если что да если какие-то планы цели смело в них шагайте потому что в целом я не вижу чтобы вы прям были чем-то или кем-то остановлены вот внутренне конечно у вас могут быть какие-то моменты но я думаю они решаемы в вашем случае да решаем уже да в целом дам вы сами можете себя притормаживать какими-то сомнениями но так то нет нормально все должно быть кого-то может праздник какой-то намечается по четверки жезлов кстати у кого-то действительно могут быть какие-то прям праздничные празднования события дни рождения свадьбы какие-то грандиозные четверка еще вот мне здесь как будто бы об этом или вас пригласят на какое-то такое грандиозное событие вы поедете до известия может быть придет о чем-то таком но это положительные положительные здесь события положительные у вас по июню мечты какие-то ваши поисполняются может мелкие может сильно крупные да нет хороший месяц хороший месяц насыщенный вот это да он насыщенный потому что здесь будут и поездки и движуха рабочая я уже сказала и может известия какие-то положительные кто-то там может у вас может замуж выйдете ли кто-то женится или замуж тоже выйдет что-то вы узнаете о ком то что такое это приятное время препровождение у вас много хороших событий а есть что на что внимание прям обратите если из негативно эмоционально там просто вы себя немножко сдерживаете но это же не негативно это же ваше личное а вот если мы смотрим события которые на которые бы прям вот обратить внимание на всякий случай да на что обратить внимание это наверное что планов будет куда больше чем скорее всего хватит сил выполнить да вот такое здесь может быть да 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 семерка пентакли восьмерка пентакли то есть тут вот где-то что-то прям мы прям заряжен вы прям заряженные со всех сторон вас семья очень сильно заряжает заряжает ваша семья или это родовая семья да но вас очень сильно заряжает семья и вы прям вот будете активно очень в июне месяце очень много у вас будет дел десятка жезлов но она в данном случае не уставшая очень много дел и вам будет нравиться то есть у вас будет очень насыщенный июнь прям со всех сторон будете заняты 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 прям вот некогда даже будет подумать если честно прям вот некогда будет как говорится голову в гору поднять потому что все время будете прям вот у вас июнь весь в делах весь в делах и рабочие и личные дела и какие-то вот внутренние делась внутрисемейные и короче вот у вас какой-то вот такой этап новый но он знаете такой вот продуктивный продуктивный вот ведь король жезлов где вы прям вот в гуще событий если где-то у вас был такой период когда вы были больше может быть отдыхали или период такого знаете какой то был остановочки то сейчас у вас какое-то вот большое количество закручивается различных событий и вы прям вот главное себя не затормозите потому что ну прикольно же правда вам нравится то есть для вас то это на самом деле является такой вот внутренним двигателем вот вот это вот внешняя движуха она дает вам удовлетворение вы не человек который сидит на месте если вы сидите на месте ваш кубковый король он закисает то есть это превращается как бы в энергоболото и у вас эта энергия утекает вообще не пойми куда а когда вы на движухе у вы очень продуктивные и у вас очень так знаете вы целеустремлены поэтому июнь проактивность и не бойтесь ее как бы вообще шестерка мечи все проактивность движухи поездки как движение ой до руководство этим всем прекрасным вы как бы вот круто этим все можете руководить управлять управлять руководите своей жизнью в первую очередь поэтому хороший месяц весь на движухе а я с вами прощаюсь до новых раскладов прощаюсь до новых раскладов по поводу Продолжение следует...